Сегодня в экономическом календаре. В 12.30 Ассоциация британских банкиров опубликует информацию о числе одобренных ипотечных кредитов. В 13.20 ожидается речь заместителя главы Резервного банка Австралии Гая Дебеля. В 13.35 будут опубликованы данные аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии. В 16.30 выйдет пакет данных по экономике Соединенных Штатов. В него входят такие показатели, как базовые заказы на товары длительного пользования, объем заказов на товары длительного пользования, базовый ценовой индекс расходов, наличное потребление в годовом и месячном выражении, расходы физических лиц и число первичных заявок на получение пособий по безработице. В 17.45 Market Economics опубликует индекс деловой активности в секторе услуг США. В 18.00 выйдет важный показатель американского рынка недвижимости – продажи нового жилья. Он используется для оценки состояния не только рынка жилья, но и всей экономики в целом. Рост продаж нового жилья по сравнению с прогнозом благоприятно отразится на курсе доллара. Также в это время Мичиганский университет опубликует индекс настроения потребителей и индекс ожидания потребителей. В 18.30 информационное агентство энергетики Соединенных Штатов сообщит и еженедельные данные о запасах сырой нефти. Рост запасов сверх прогноза может привести к падению мировых цен на нефть. И в 21.00 еще новости, касающиеся рынка нефти. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет об изменении количества буровых установок за прошедшую неделю. Данные могут оказать определенное влияние на котировки нефти. Послезавтра в пятницу не пропустите выходящие данные по ВВП Великобритании в 12.30 по московскому времени. Обновленные показатели волового продукта в квартальном годовом выражении способны резко изменить картину движения британского фунта и открыть перспективы заработка. Долгосрочный прогноз аналитиков Goldman Sachs и Bank of America предполагает нисходящий тренд пары британский фунт-американский доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.